Эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях, но их обогащению пришел конец госэкономика-экономика. Полночь 8, 28 июня 2019 года на здоровье эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях, но их обогащению пришел конец. Кадр, фильм «Лекарства от здоровья». Американские фармацевтические компании десятилетиями безнаказанно завышали цены на жизненно важные лекарства, уходили от налогов и вовсю использовали лазейки в законах, чтобы обогатиться. Смертельные болезни простых людей принесли им миллиарды долларов, а ни о чем не подозревающие американцы отвечали благодарностью. Но теперь власти твердо решили прикрыть лавочку. Против одной из таких компаний начинается судебный процесс, который может изменить правила игры и помочь сохранить деньги гражданам и государству. Расплата за исцеление в материале ленты.ру Разбогатели между делом В США набирает обороты судебный процесс, который может стать одним из самых резонансных в истории страны, а заодно сделать медицину доступнее для миллионов американцев. Прокуратура и Минюст обвиняют фармацевтическую компанию в нарушении сразу нескольких федеральных законов, мошенничестве и подкупе врачей. Внимание властей привлек препарат почти случайно изобретенный еще в середине прошлого века. Ученые всего мира бились над созданием средства для лечения ремотоидного артрита. Скотта Байня Унион в Чикаго 1907 фото Профессор из штата Миннесота Филипп Хенч посвятил этой задаче 20 лет жизни, пока наконец не выдвинул гипотезу о том, что вещество, которое защищало бы суставы от атак иммунной системы, причина артрита, может производиться самим организмом. Коллеги Хенча развели идею. Оказалось, что с этой задачей хорошо справляется гормон кортизон, вырабатываемый надпочечниками. Однако добывать его из человеческих органов было невозможно, а синтезировать искусственным путем не получалось. Замену нашли в виде другого гормона адренокортикоидтропного, АКТГ. Попадая в организм, он стимулирует выработку кортизона. Пациенты, которым вводили нужную дозу АКТГ, скоро шли на поправку. Первую партию чудодейственного гормона ученые закупили у компании Armour & Company, специализировавшейся на мясопереработке. Она базировалась на легендарной Чикагской скотобойне и нен размером с целый район. В начале 20 века она дала городу неофициальный титул прозвища главного мирового мясника. Компания стремилась к безотходному производству и уже много лет изготавливала мыло из мозга забитых свиней. Именно там, как выяснилось, содержалось большое количество АКТГ. Armour & Company Моментально воспользовалась открытием, запустила отдельное фармацевтическое подразделение и зарегистрировала инъекционный препарат, который назвала АКТГ. Довольно быстро выяснилось, что он подходит для лечения около 50 заболеваний, в том числе подагры, волчанки, язвенного колита. Однако главным образом лекарство позиционировалось как эффективное средство от синдрома Веста и эпилептических припадков у младенцев. Вплоть до 1980-х годов она была монополистом на рынке. Признание получил и Филипп Хенч в 1950-м ему дали Нобелевскую премию за прорыв в лечении ревматоидного артрита. Но технологии развивались. Фармацевты научились синтезировать стероиды, к которым относится кортизон, и нашли ему подходящую дешевую альтернативу при гнизон. Armour начала терпеть убытки и, не желая вкладываться в новые разработки, продала лицензию на АКТА французской. Правда, французская компания тоже испытывала трудности, переживала трансформацию бизнеса, к тому же столкнулась с претензиями к качеству и безопасности препарата. А потому решила просто закрыть производство, чем вызвало недовольство у пациентов и врачей. Фото, Квестка, и тогда руководство, Квестка, решило действовать агрессивно. Сперва резко подняла цену сразу до 700 долларов. Затем существенно расширила перечень болезней, при которых показано лечение. АКТА Еще в 2009-м тогдашней глава, Квестка, Дон Бейли сетовал на слишком маленький, буквально крошечный рынок, мешающий компании зарабатывать. Наши пациенты – это дети со спазмами, их всего около 800 человек в год. Именно поэтому мы вынуждены устанавливать столь высокую цену, говорил Бейли. К тому моменту упаковка АКТА стоила уже 23 тысячи долларов, а в дальнейшем и вовсе подорожала до 36 тысяч. Через пару лет врачи стали прописывать препарат для лечения неврастений, ревматизма и даже рассеянного склерозоопасного и малоизученного заболевания, при котором иммунитет человека атакует его нервную систему и разрушает ее. В тяжелых случаях больные, нередко молодые люди, становятся инвалидами и умирают в течение 10-20 лет. При этом клинических свидетельств того, что АКТА по своим характеристикам превосходить более дешевые аналоги, практически не было. Квестка. Воспользовался лазейкой в американских законах. Фармацевты обязаны доказывать эффективность новых лекарств перед специальным правительственным органом управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA. Однако на АКТА, зарегистрированный задолго до того, как это правило вступило в силу, оно не распространялось. На пациентах постоянно растущая цена АКТА никак не отражалась. В других обстоятельствах она бы неизбежно вела к удорожанию страховки в США владельцы и без того дорогих полисов почти всегда вынуждены делить расходы со страховыми компаниями и дополнительно оплачивать как минимум 10% от суммы счетов, которые им выставляют клиники. Закон не писан. Однако АКТА попадает под действие национальной программы Medicare вместе с еще одной инициативой Medicaid. Она была запущена в 1965 году при президенте-демократии Линдоне Джонсоне. Так государство пыталось облегчить жизнь самых незащищенных слоев населения и тех, кто больше всех нуждался в медицинской помощи – пенсионеров, малоимущих, инвалидов, ветеранов военных операций. Изображение «Медикэр» но «Квестка» нашла выход. Компания взяла все дополнительные расходы в рамках «Медикэр» на себя. В специальном отделе работали 30 человек, обязанностью которых было вылавливать пациентов, которым прописывали «Акса» и направлять их в один из трех благотворительных фондов. Все они были созданы и финансировали самой «Квестка». На руку компании играл еще один законодательный изъян. Если обычные страховые компании могут сами выбирать, за какое лекарство платить, и отдают предпочтение более дешевым, то есть «Медикэр». Это правило не действует, бюджетные средства направляются на покупку того препарата, на который укажет лечащий врач. В итоге выгоду получали все потребители полностью бесплатные лекарства, производитель стабильно высокий спрос. По итогам 2013 года компания отчиталась о росте продаж на 57% до 799 миллионов долларов и прибыли на 65% до 4,76 доллара в расчете на одну акцию. Тогда же влиятельный журнал Forbes поставил ее на первое место в рейтинге лучших малых предприятий Америки. Неудивительно, что такие показатели сделали «Квестка» привлекательным активом для ведущих игроков рынка. Уже в 2014 году ее за 5,8 миллиарда долларов приобрела компания «Маленкротт». Фото «Джессика Риналди» «Ройтез». Политика такой подход не устроил, и он пообещал бороться дальше, но следующее несколько лет о каких-либо официальных претензиях в адрес «Квестка» или «Маленкротт» не было слышно. И вот в конце апреля 2019 Минюст США объявил, что присоединяется к двум искам бывших сотрудников «Квестка» по делу о мошенничестве в рамках госпрограммы. Оно было заведено 7 лет назад, но до сих пор о нем почти ничего не было известно. Американские законы позволяют осведомителям тайно судиться с недобросовестными корпорациями от имени государства. Истцы обратились в суд в 2012 и 2013 годах, утверждая, что производитель «Акса» платил врачам за то, чтобы они назначали препарат. Показания информаторов подтверждаются сразу несколькими расследованиями. Одно было проведено властями, которые выяснили, что только в 2015 году 88% докторов по всей Америке, выписывавших пациентам препараты на основе АКТГ, получали денежные вознаграждения от их производителей. Другое расследование организовали журналисты. По их подсчетам, с 2013 по 2016 год медицинские работники получили от «Квестка» 27,5 миллиона долларов. Кроме того, вскрылись и совсем вопиющие случаи. Врач из Флориды Шонор на протяжении нескольких лет диагностировал у совершенно здоровых людей рассеянный склероз только для того, чтобы выписывать им «Акса». В начале июня «Малинкрот» объявила о мировом соглашении с Минюстом. Компания заплатит 15,4 миллиарда долларов и обязуется в дальнейшем не допускать нарушений. Однако в этот же день к разбирательствам подключилась прокуратура. В своем иске она указала на незаконность схемы с возмещением пациентам части стоимости лекарства в рамках «Медикэр». Подобные манипуляции прямо запрещает федеральный закон против взяток. Такой механизм нарушает рыночное равновесие и в конечном счете ведет к необоснованному росту цен, что в итоге ложится на плечи американских налогоплательщиков, говорится в заявлении ведомства. Припомнит все. Процесс обещает быть тяжелым, ведь Малинкротт сталкивается с претензиями не в первый раз. Еще в 2011 году Управление по борьбе с наркотиками Д.Е.А. Назвало ее одним из главных виновников так называемого опиоидного кризиса проникновения тяжелых наркотиков на черный рынок. Дело в том, что до поглощения Квестка Основным продуктом Малинкротт Был дженерик, легальная более дешевая копия, оксикодона сильнодействующего и обезболивающего препарата на основе опиоидов. Д.Е.А. Настаивало на том, что компания недостаточно тщательно отсеивала покупателей, и медикамент в итоге оказывался в руках наркоторговцев. Малинкротт Но после нескольких апелляций сумму удалось снизить до 35 миллионов. Упаковка Акса Фото Акса Кроме того, компания платит в американский бюджет меньше налогов, чем могла бы за счет того, что с 2013 года зарегистрирована в Ирландии. И это несмотря на то, что ее основный рынок сбыта расположен в Штатах, а львиная часть продаж оплачивается за счет Медикэр К такому методу прибегают многие американские и европейские предприниматели, ирландский налог на прибыль равен всего 12,5%. Для сравнения, в США до недавнего времени приходилось платить 35%, Трамп в рамках своей беспрецедентной реформы понизил ставку до 21%. Все это вряд ли сыграет на руку Малинкрот и, скорее всего, не позволит ей рассчитывать на снисходительное судебное решение. Разбирательство вокруг Акса Лишний раз напоминают о несовершенстве американской системы здравоохранения. Пока обычные граждане вынуждены ежегодно оплачивать многотысячные медицинские счета, убытки несет и государство. И дело не только в недополученных налогах. За 4 года его расходы на Акса составили почти 2 миллиарда долларов капля в море по сравнению с 582 миллиардами на Медикэр. В 2018 году, но ощутимая сумма, если вспомнить, что речь идет об одном препарате, случай, может стать поводом для коренных перемен, которых многие ждут. Пока же он только разоряет инвесторов компании, с начала июня котировки ее акции упали почти в три раза. Алексей Афонский